Христос говорит, если вы не будете прощать людям согрешений их, то и вам Отец ваш Небесный не простит согрешений ваших. Это удивительное и грозное предупреждение Спасителя, которое еще раз напоминает о важности для каждого из нас ни на кого не хранить в сердцу обиду и различного рода затаенную досаду и тем более злобу. Апостол Петр подошел ко Христу и спросил у Господа, да сколько же прощать? Иногда мы знаем, что сколько человеку не говори, он делает все то же. Вокруг нас много таких людей, которые досаждают нам, иногда и обижают, и достойны всякого порицания. Но если мы носим на груди свои крестик и именуемся христианами, то мы должны слушать Иисуса Христа и иметь неразрывную жизнь между тем, во что мы веруем, и тем, как мы живем. Если мы поверили словам Христа, прощайте и прощены будете. Если не будете прощать, то и вам не простит ваш Отец Небесный ваших прегрешений. Тогда ради Христа, ради прощения наших грехов постараемся всем все простить. Это бывает непросто. Люди, которые больно ранили наше сердце, можно сказать, искорежили всю нашу жизнь, как им можно простить? И вот сегодня апостол задает этот вопрос, ну как простить тех, которые постоянно нам досаждают? Сколько раз, Господи, прощать? Иудейская казуистика предполагала прощение трех обид, а уже после трех, уже на свое усмотрение. И вот зная это правило, апостол Петр как бы с особым рвением спрашивает у Христа, сколько же нам, твоим ученикам, последователям надо прощать, не до семи ли раз? То есть он знал, что три это обязательно, а нам, твоим последователям, неужели семь раз прощать? И Христос говорит ему, не семь раз, а седьмижды семьдесят раз. И вот тогда Христос приводит эту удивительную притчу о некоем человеке-царе, у которого был должник. И когда его привели, чтобы он рассчитался за свой долг, тот не мог отдать его и просил, и умолял Господина своего, чтобы он потерпел на нем. Господин хотел предать его темнице, забрать у него жену и детей, но так как он слезно умолил Господина, он простил ему тот грех и отпустил его с миром. Представьте человека, который был должен десять тысяч талантов. Десять тысяч талантов на деньги того времени, это около нескольких миллионов динариев. То есть это огромная неподъемная сумма, которую отдать было практически невозможно. И вот десять тысяч талантов прощает Господин своему рабу и отпускает с миром. Как надо чувствовать себя человеку, который, допустим, получил полное прощение от всех кредитов своих. Вот набрал человек и выходит, все, ты ничего не должен. Как мне не работать, мне теперь тысячи, эти миллионы не отдавать. Как дышится легко, я смогу позаботиться о домашних, о своих родных, о делах своих. Я сейчас вообще самый счастливый человек. И выходит этот человек счастливый, прощенный. И вдруг встречается ему его. Человек его, один из подчиненных, рабов. И вспоминает этот человек, что он должен ему сто динариев. Сто динариев это несколько серебряных монет. Нужно сказать, что динарий составлял оплату одного дня. То есть это примерно на наши средства для понимания, это уровень трехмесячной зарплаты. И он, как увидел его, начал его душить и говорит, ты когда мне отдашь свой долг? Я вот не прощаю тебя. И заключает его в темницу. И вот тогда друзья этого бедного, заточенного в темницу, рассказали господину, как поступил тот прощенный, раб. И узнал господин, как поступил прощенный. И призвал его. И посадил его в темницу до той поры, пока не отдаст ведь долг сей. И сказал Христос, завершая эту притчу. Вот так поступит и Господь с каждым из тех, кто не научится прощать. Итак, прощайте и прощены будете. А вот теперь давайте сделаем всего один, но очень важный вывод из услышанного. Как часто, дорогие братья и сестры, мы забываем свои долги перед Господом. Мы думаем, что все виноваты перед нами. Но только вспомнит человек разумный, сколько я согрешил перед Богом. Сколько согрешает каждый, живущий на земле, что его грехов несет в числа. Не случайно Исаак Сириан говорил, что начало духовной жизни – это видение своих грехов. Вы слышите, не чужих, а своих грехов, бесчисленных, как песок морской. И это только начало духовной жизни, когда ты увидишь себя поврежденным, грешным, должником перед Богом. Ты не будешь так жесток по отношению к тем, кто должен тебе. Вот почему в молитве «Отче наш» Христос и говорит эту молитву, даже называя «И остави нам долги наши». Мы, Господи, перед Тобой должники неоплатные, потому что мы не только присваиваем то, что все принадлежит Тебе, мы всем Твоим пользуемся, нашего здесь ничего нет. Человек с собой ничего не унесет, он наг приходит в этот мир, наг и уходит, он все получает от Господа. Вот почему церковь призывает всякое дыхание дохвалит Господа. Благодарим Господа за все, за все, что мы получаем, а мы иногда пользуемся и не благодарим. Мы иногда считаем это своим, отбираем у другого, себе присваиваем, лишаем возможности пользоваться это тем, кому это по праву принадлежит. И еще считаем себя праведными, еще считаем себя обиженными. Если к нам кто-то чего-то недодает или что-то у нас забирает, у нас ничего своего нет, кроме наших грехов. А сколько у нас мысленных грехов, сколько у нас страстей сердца, которые тоже являются нашими долгами, нашими грехами, невидимыми. Сколько словами мы согрешали, сколько сказали обидных, злых слов. И это все является той копилкой, куда мы складываем постепенно, ежедневно, ежечасно свои страсти, пороки. И за это все придется нам отвечать. Есть высший суд на перстнике разврата. Он ждет, он не подкупен звону злата. И мысли и дела он знает наперед, скажет Михаил Юрьевич Лермонтов на смерть Пушкина. Скажет всем тем, кто забыл о своем долге перед Богом, кто осуждает других, забывая о грехах своих. Вот потому, дорогие, мы и приходим в церковь, мы и исповедуемся, мы и причащаемся святых христовых таинств, а выходим, и снова злоба приступает к нашему сердцу. И как только или позвонит, или пересечется с нами наш недруг, или тот, который обидел нас, снова в нашем сердце загорается ненависть, злоба к этому человеку, потому что мы не научились прощать. И вот самый главный вывод. Для того, чтобы получить прощение, надо прощать учиться. А сможем это сделать только в единственном случае. Потому что мы же точно правы. Это он виноват. Но я же точно знаю, что это она такая. Если бы она так не поступила со мной, я бы был спокойный и мирный. Но так как она или он так поступили, они так сказали, они так сделали, ну, конечно, я не хочу прощать. А вот теперь-то, вот в эту самую минуту, и вспомни о бесчисленных своих грехах. И вспомни слова Христа, который так сказал не только священникам, монахам или епископам. Он всем сказал, если ты не простишь, когда ты умрешь, ты пойдешь в бездну страданий. И не будет тебе прощения. И только за то, что ты не смог простить. Вот почему расставаясь на Руси, никогда не говорили пока, до встречи. Ну, окей, как сейчас научили современных людей. Раньше, запомните, всегда расставаясь, люди говорили, это простое, но очень значимое и важное слово. Простите Христа ради, с Богом оставайтесь. А еще так покороче говорили, ну, прощайте. Бог простит, и я прощаю. С миром Бог даст, еще свидимся. Простите, прощайте. Слышали, только вот так прощались люди. Потому что даже расставаясь в каком-то незначительном, коротком разговоре, уже человек мог другого обидеть. Оскорбить словом, делом, мыслью, походкой, поворотом головы. Ты отвернулся от него, а человек уже обиделся. И уходя всегда, есть смысл и очень важная традиция. Попросить друг у друга прощения. Прощайте. Потому что мы не знаем, увидимся ли мы с этим человеком вновь. А сколько было случаев, когда ушел такой надутый, а человек умер. А в требнике, замечательном, древнем, есть такое правило. Если кто не простит, а он умер, там, представляете, год сухоедения. Не хотели? Хлебушек? Ну, огурчик. Картошечка сырая. Сырая. Ой-ой-ой-ой, уже здесь подумаешь, нет. Если, не дай Бог, ты на кого-то держишь зло, и с этим умирает человек, а ты остался, ты виновен. В том, что даже он умер, потому что он переживал. И поэтому на исповедь, когда приходите, Господи, всех прощаю, Господи, меня прости, как я прощаю согрешившим передо мною. А если я не прощаю, то и мне не будет прощения, как я тогда буду причащаться? Вот как важно научиться простить своих врагов. Если кто врагам не хочет от души обид простить, то ты сам напрасно будешь у Христа того ж просить. Только тот получит милость отпущения грехов. Кто с любовью прощает, молит Бога за врагов. Вот если мы об этом забудем, то не будет нам прощения, и наше стояние, наши молитвы, и даже наше причащение, не будет нам во спасение. Вдумайтесь, христиане. А если мы выйдем из храма и в сердце своим скажем, Господи, всех прощаю и меня прости, ни на кого обиду не держу. И ты мне прости все мои грехи, как вот сегодня я послушал, вышел и простил. И буду теперь так стараться с миром жить, любить друг друга, зла не делать никогда. С праздником, дорогие! Всех вас с воскресным днем! Мир вам, Божье благословение и ангела всем хранителя! Аминь!